Hey there, it's Nastya и моя рубрика HandyHacks Этот выпуск для меня особенный, хотя они у меня все особенные Потому что мы поговорим о том, нужен ли вам личный блог и как его вести Да-да, публичный учительский блог Чем он может вам помочь, из чего начать, все это мы сейчас обсудим Ну и еще я, конечно же, поделюсь с вами своим личным опытом Я новичок и, если честно, блогерское дело мне нелегко дается Поэтому у меня есть чем поделиться Но я вам сразу скажу одно Если вы давно хотели этим заняться, то сейчас самое время Зачем вообще заводить блог? Ну, во-первых, блогинг это одна из самых быстро развивающихся и перспективных профессиональных сфер сейчас И есть в этом что-то особенно крутое Совместить классическую роль учителя и ультрасовременную роль блогера Тем более, что онлайн-образование и самообразование сейчас в тренде И, кстати, про самообразование учителя круто рассказал Толя в предыдущем своем выпуске Давайте же зададим тон интернет-сообществу, коллеги Покажем, на что способны учителя Во-вторых, it's fun Я лично завела блог, потому что мне просто очень хотелось этого В-третьих, на базе блога создаются communities И это очень приятно, когда тебе пишут подписчики и делятся тем, что они знают Также ты знакомишься с другими блогерами, находишь единомышленников В общем, это такая возможность расширить круг общения и интересов И быть в центре внимания Ну и к тому же, в процессе введения блога ты и сам многому учишься Потому что перепроверяешь материал, узнаешь новое И таким образом развиваешься в профессиональной сфере Итак, с чего начать Для начала нужно определиться с нишей Кто ваша аудитория И зачем именно они будут приходить к вам в блог Это могут быть учителя английского, которые будут приходить к вам за советом А могут быть люди, которые изучают английский Для себя, ну, как говорится, по фану Как вы сказали? По фану Собственно, представление о своей потенциальной аудитории И будет определять начинку вашего блога Чего они хотят, что ищут, какие знания им могут быть полезны Если сможете правильно угадать запрос аудитории и ответить на него То ваш блог выстрелит Почему тысячи людей делают, снимают смешные видео, так и не думают И ничего не работают? Например, наш канал SkyTeach направлен на преподавателей английского Причем, у каждой рубрики тоже есть своя аудитория Второе, с чем нужно определиться Это какой формат вам ближе всего И с какой платформой вы хотите работать Самый популярный сейчас Это Instagram и YouTube Но опять-таки, это зависит от вашей потенциальной аудитории Подумайте, где ваши подписчики часто бывают И на кого из коллег вы сами подписаны Итак, с нишей и платформой мы определились Выбрали формат И можно уже разрабатывать контент Я очень рекомендую сразу набросать все идеи для своих постов или видео Или вообще завести какой-нибудь блокнот для идей У меня он электронный Чтобы более эффективно организовать процесс Идеи часто приходят в неожиданный момент На уроке, в транспорте, при просмотре кино Я фиксирую все, чтобы не забыть И потом надо просто начать писать посты или сценарии, если вы планируете снимать видео И непосредственно выкладывать это все, чтобы блок родился Звучит совсем не сложно, не так ли? У меня возникло подозрение Когда блок уже будет создан, нужно будет найти способы его продвижения Массфоллоуинг, реклама, взаимопиар, ну вот это все Если вы просто хотите делать это для себя и для своих коллег, то вопросами рекламы можно не заморачиваться Просто сосредоточьтесь на концептуальной и творческой части Но если вы ищете славы и даже, возможно, хотели бы зарабатывать на блогинге То без специальных знаний вам не обойтись Хочу богатства! Хочу! 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 Таргет, взаимопиар, массфоллоуинг и рекламные договоренности В одном коротком ролике я, к сожалению, не могу вам все это рассказать Но этому можно научиться в интернете Погуглите, выберите курсы, даже не поскупитесь на платный, потому что оно того стоит Как показывает практика, этому очень сложно научиться самому Потому что вы потратите очень много времени и не факт, что чему-то научитесь У меня за полтора года всего лишь 1800 подписчиков И человек 100 из них активный, это мои ученики Поэтому я решила забить на вот это продвижение и заниматься блогом чисто для себя Потому что мне это нравится Как я уже сказала, я веду свой личный инстаграм для тех, кто изучает английский И меня это очень радует и стимулирует в профессиональном плане Я узнаю новые интересные фразы и учусь излагать материал кратко и доступно Для меня лично самое сложное в блогинге это поддерживать свой стимул продолжать создавать контент Иногда мне кажется, что все мои идеи глупые и что то, что я пишу, вообще никому не интересно Иногда бывает такое, что я просто шлифую текст, доводя его до совершенства И в итоге у меня просто теряется интерес, потому что я знаю, сколько труда мне это займет Ну и, конечно, всегда находятся более важные рабочие задачи, которые никак не связаны с моей страничкой Поэтому мне часто кажется, что я делаю недостаточно Но я научилась делать офигеннейшие снимки сама на трипод И потом круто их обрабатывать А еще создавать выразительные тексты И более того, я стала уверенней в себе Научилась отпускать перфекционизм И еще есть много вещей, которыми я продолжаю учиться А еще меня очень радует активность моих учеников Потому что я знаю, что они продолжают учиться у меня же, но вне наших занятий Так что блогинг для меня это позитивный опыт Поэтому, если вы хотите завести свой блог и делиться своими мыслями и опытом, просто начните Используйте те ресурсы, которые вам доступны Не старайтесь делать все идеально Делайте так, как можете Со временем вы найдете новые решения и ресурсы для развития блога Но сперва надо начать Надеюсь, у меня получилось вас замотивировать И что после просмотра этого видео вы пойдете снимать свой блог А если вам этого было недостаточно, то вот вам еще одна причина Введение блога на профессиональную тему способствует приобретению нового статуса внутри профессии То есть вы уже не просто учитель, а учитель-блогер И это выделяет вас на фоне коллег А как вы считаете, в чем секрет успешного блога? Напишите в комментариях, я буду очень ждать ваши ответы Ну и, конечно, спасибо вам за то, что вы поддерживаете меня И задаете мне вопросы, потому что меня это очень сильно вдохновляет На этом не все Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал Sky Teach Совсем скоро у нас выйдет видео от Юли Белонок, где она расскажет о том, как выучить с малышом название животных Вот вы, например, знаете, как по-английски «крякает утка» Нет? Тогда stay tuned! Bye!